Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Еще в начале августа, во время проведения Кафеста 2018, вы объявили во всеуслышание о том, что в сентябре начинается строительство в Объединенных Арабских Эмиратах в связи с тем, что местные власти Республики Беларусь отказали в выделении полосы земли под высокоскоростной Skyway. Ну, сентябрь закончился, октябрь на дворе. Расскажите, все ли идет по плану? Да, все идет по плану, по графику. Мы как-то немножко этот момент, ну не то, что замолчали или упустили, но, скажем так, притормозили. Для того, чтобы быть уверенным, что все получается как надо, не могли бы вы рассказать, когда реально началась подготовка к строительству и само строительство все-таки? В сентябре или, возможно, даже раньше? Намного раньше, собственно, подготовка к строительству и строительству началось тогда, когда нам выделили землю. Я тут специально записал, чтобы это даты не спутать. Так, какие виды работ мы уже давно осуществляем и фактически стройка идет, потому что нельзя прийти и одномоментно все построить. Что надо заказать заранее, что надо заказать в другой стране, что надо привезти. Это бетон можно заказать, привезти, насыпать в ямку, а юнибус так же не сделаешь. И опору так не сделаешь, и анкерную опору так не сделаешь, и рельс не сделаешь, и путевую структуру, да? Поэтому договор по земле был подписан в апреле этого года. И после этого фактически началась подготовка стройки и стройки, да? И мы там строим не очередной экотехнопарк, как многие думают, нет. Потому что проведена большая работа с заказчиками, в том числе в Эмиратах. И у нас десятки предконтрактов, преддоговоров, подписаны соглашения и все говорят классно, это нужно, это есть, у вас в Беларуси это есть, но у нас другие условия, в том числе климатические. У нас соли все разъедают, у нас пыль, песок заметают дороги, а ваш рельс все заметет там. Дорожку качения имеется ввиду, где должен быть токосьем. Если там будет слой песка, токосьема же не будет. И таких мелочей очень существенных, очень много. Поэтому говорят, нет проблем, мы сейчас и закажем это, ну покажите, что это применимо здесь, в наших условиях, и просто начните работать здесь. И мы вам поверим, еще только при начале работы, а не когда вы закончите. Потому что вы сделали в Беларуси, сделайте здесь, мы не сомневаемся в этом. И вот эта подготовка, работа, она началась давно, значит, после подписания договора по земле. Договора о выделении земли. Это первый участок 25 гектаров, это почти, ну это в черте города, какого я пока не скажу, о причинах я скажу позже. И второй участок, ну на первом участке это будет инновационный центр, это не тестовые участки, это инновационный центр Skyway, где есть естественные демонстрационные сертификационные участки, применительно уже к природно-климатическим условиям Эмиратов, и не только их. Это вот, это из климатической зоны, это тропики. И там же будет производство. Мы, сложно нам привезти машину готовую туда, мы Unibike, ну кстати на картинке там на экране, маленькая машина. Мы везли на выставку вот в Дубае в апреле два месяца с такими проблемами. На машине везли из Белоруссии в порт, в Прибалтику. Оттуда почему-то, причем это немецкий перевозчик, не мы, повезли на Борже по реке. Река обмелела, Боржа села на мель. И мы чувствуем, что мы опаздываем на выставку. Я дал команду снять Unibike с Борже. Представляете, с реки, где-то там в полях, лесах. Погрузить на машину, привезти в аэропорт. Привезли. Улетел самолет в Париж. А с Парижа перегрузили и самолет улетел почему-то в Люксембург. Это такая логистика. А с Люксембурга полетел в Дубай. И что, мы так каждую машину будем доставлять туда? А если их будет тысячи? Потому что проектов там много? Так, наверное, там производство должно быть. Поэтому здесь тоже будет и производство на этой площадке. И наука должна быть. И стенд испытательный. И мы должны отрабатывать эксплуатацию в этих условиях. И специалистов должны учить. На чем? По бумажкам, по книжкам или когда действует объект. Вот учитесь, вот смотрите. Потом там даже у нас будет институт. Который войдет в состав университета. Который будет готовить специалистов для технологии SkyWay. На проектирование, строительство, эксплуатацию. На весь комплекс. На весь жизненный цикл технологий. При этом ясно, что надо для той зоны делать климатической. И даже учить там студентов на английском языке. Они не говорят по-русски. Поэтому это не здесь надо. Это то, что мы сделали экотехнопарк. Это для этой климатической зоны. Это Беларусь, это Россия, это Украина. Там тоже у нас очень много наработок. Тоже десятки. Причем очень серьезных проектов. Все это в работе. Но когда надо время, мы об этом скажем. Сказана мудрость одна в Библии. Хочется рассмешить Бога. Расскажи о своих планах. Я не хочу никого смешить. Более того, когда ты расскажешь о планах, тебе обязательно помешает. У нас очень много противников. Я могу сказать врагов. Потому что мы работаем, я говорил, в самой коррумпированной отрасли. Транспортной. Транспортной инфраструктурной. Где самая жесткая конкуренция. Там не будут с конкурентом какие-то там нянчатся и так далее. Просто съедят и все. Вы еще говорили и самой консервативной. Да. И консервативной. Но, ну понимаете, если зайчик поймал, то волк поймал зайчика. Он же не будет слушать про зайчика какие-то проблемы, семья там это. Волк хочет кушать, он его съест и все. Вместе с его проблемами. Да, с его проблемами. Особенно зайчик расскажет, куда он побежал. Ну да. Да. Где его ловить и где его искать. Понимаете, ну это конечно аллегория, но тем не менее. Значит апрель это получение земли, документов. И первое, что мы хотим сделать, и мы это уже покажем в апреле следующего года, первая трасса, где мы покажем городскую систему. Очень много у нас заявок на городскую систему, где будет тропический уникар. Это превращающая система, тоже похоже то, что мы сделали здесь, с тремя пролетами, но в тропическом исполнении и в ВИП исполнении. Это совсем другая машина, чем ту, которую мы сделали раньше. Поэтому вот уникар тропический мы начали проектировать в мае, сразу после подписания. Потому что это сложнейшая машина, ее надо вовремя поставить, чтобы начинать испытания, а потом показать его работу в апреле. Проект давно уже сделан, мы уже его изготавливаем. Мы об этом не говорили, а зачем говорить? Работа полным ходом идет, изготовление сложнейшей машины. Эта машина, она сложнее, допустим, электромобиля Теслы, вокруг которого столько разговоров, да? И которые тоже готовили производство годами, кстати. И эти электромобили еще первые сделали в 1836 году. А вот уникар никто не делал до этого. Это новые машины, мы их с нуля делаем. Так он изготавливается, и через два месяца он будет готов, и мы начнем поставлять ее в Мират. На обкатку и так далее, испытав сначала здесь. Потом у нас рельс, свой рельс, его нет такого проката, да? Поэтому мы его заказали в мае, это раз и не работает. Причем заказали в Австрии, потому что в Вене, то что нужно прокат, только там нужного качества изготовить, нужно нам стали. Заказ размещен, оплачен давным-давно. И уже прокат готов. Но он опять будет добираться там пару месяцев до Миратов. Поэтому эта работа тоже сделана. Мы показываем и не только дороги, но и зеленые технологии. Причем это тот концепт мой, что Skyway не отнимает ни двух квадратных метров земли. Поэтому даже инфраструктура, станция, вокзалы, мы почву берем из-под нее, обогащаем гумусом, а там вообще гумуса нет, там песок. И размещаем на крышу дома и садим в сад. Так вот, первое здание, которое дома построено, это будет наш будущий офис. Это место встреч, переговоров, в том числе подписание контрактов. Это зеленый дом и он деревянный, из дерева. С садом на крыше, с садом внутри дома. Так вот, он тоже был заказан давным-давно, оплачен в августе и сейчас изготовлен. И идет отправки туда на монтаж. Сейчас в ближайшее время будет сделан фундамент, сети и он поступит туда и его начнут монтировать. И он будет стоять до Нового года. А то разве не работает? Поэтому мы дом строим, я вовлечаюсь нашему деревянному дому, чтобы показать, что можно жить в другом доме, где другой микроклимат. И оставаясь здоровым. И где, в принципе, кондиционер-то и не нужен, потому что на крыше почвы, а это слой теплоизоляции, да, там растут растения, которые испаряют влагу. Когда мы, нам жарко, мы потеем, для того, чтобы... Испарить влагу. Так растения испаряют влагу и охлаждают и себя, и поверхность. Есть исследование, что, и я сам знаю, днем выйдешь, там невозможно босиком идти, потому что сразу ожог будет. 78 градусов может песок нагреться. Но под травой температура 25 градусов. Так если мы охладим сверху и охладим растения с боков, и дом дышащий деревянный, так нужны ли в таком количестве кондиционера? И, наверное, воздух будет другой, и вот не буду кашлять. И другие, и они же, и они хотят увидеть этот дом. Говорят, нам классно, нам это нужно, но покажите здесь. У нас же жарко, у нас же там все ведет. И начинают рассказывать, как у них эти небоскробы шатаются, как они начинают оседать, как их там корежит и мосты и так далее. Вы говорите, покажите нам здесь, что у вас ничего там не будет. Я говорю, не будет, у нас другая конструкция, у нас другие подходы. У нас преднапряженные конструкции, поэтому это совсем по-другому будет работать. Они говорят, верим, но покажите. И вот этот процесс идет, и работа идет, и стройка идет. А не так, пришел, воткнул кол, говорит, все, мы начали строить. А ничего не произошло после этого. Ну, наверное, не так надо начать строиться, так же? Поэтому еще раз повторяю, стройка началась у нас в мае, и она продолжается. И первый объект мы покажем в апреле, совсем скоро, работающий объект. Поэтому тут согласование, и не мы говорим, когда мы покажем, это нам скажут партнеры, а не мы. Потому что если мы хотим разрушить все это, потому что партнерские отношения, мы можем это сделать, хоть сейчас. Так вот, ролик снят месяц назад о начале стройки. Я знаю. Но он в мифир не пошел по вот этим причинам. И пойдет только тогда, когда нам скажут, можно. И на это есть причины. Ну, это, наверное, основные вещи, которые мы там делаем сейчас. Это то, что касается вот городского направления и грузового направления. Где не только вот эта база будет создана, но и будут показаны четыре комплекса. Городской, грузовой, супер легкий и с разными типами путевой структуры, то есть все типы будут показаны. И провисающие, это самое первое, что мы покажем, полужесткие. И фермерно-струдная система. В том числе на те нагрузки, которые мы здесь не делали. Мы здесь, в Беларуси, сделали более легкие системы. В том числе потому, что у нас особо денег много не было, чтобы делать более дорогие вещи, да. Вот даже мы высоту занизили. А потом из-за этого, из-за халатности, трактористов было, ну, аварийное столкновение. Не потому, что мы не знаем, что надо высоко строить. Да мы это знаем. Ну, просто, чтобы и опоры, и станции, это же анкер на опоре. Ну, чтобы не идти в такие большие деньги, входить, да. Мы это сделали. Там бы надо уже делать как надо. И там будет у нас под Юнибусом самым габаритным и под Юникон там подвесным, который будет возить 40-футовые контейнеры, да. 6,5 метров будет просвет. Уясно, что он не столкнется ни с какой машиной, так же. Поэтому будет показано, показаны те варианты системы, которые более востребованы в том регионе. А там, когда нам говорят, какие пассажиропотоки они хотят иметь в Дубае, в Абу-Даби, в Шарже, в других городах Эмиратов и в других столицах и городах этого региона, то там, понимаете, 30 тысяч пассажиров в час, 50 тысяч пассажиров в час, 70 тысяч пассажиров в час. Чтобы понимать, что такое, это огромный объем перевозок. Вот взять московское метро, одно из самых производительных, они перевозят там до 8 миллионов человек в год. Так, когда вы переведете на час, понимая, что метро это 300 километров где-то примерно, а средняя дальность поездки 12 километров, то метро московское, метрополитен, это 25 дорог, а не одна. Потому что едет человек 12 километров, потом едет другой пассажир, это уже новая дорога, да? И когда вы разделите на количество дорог и придете на час, то это метро 20 тысяч пассажиров в час, 25, а не 50. То есть надо делать систему более производительной даже, чем московское метро. В 3-4 раза? Да. И это можно только поездами, а не одиночными, потому что такие заказы у нас. Поэтому мы должны показать на большие производительности системы, на большие нагрузки, когда Юнибус будет весить не там 5 тонн, а 50 тонн, потому что это сочлененный, что это поезд, и будет вести не там 14, там 20 человек, а 300, 500 человек. Потому что такая задача стоит, такие заказы у нас. Когда надо возить 100 миллионов тонн камня, щебня, там стройка идет, активная стройка, где все Эмираты строятся, они прилопачивают за год сотни миллионов тонн просто щебня, чтобы делать бетон. Поэтому надо возить опять же большими машинами, 20-30 тонн, а не 2-3 тонны. Это же такой же опять же заказ. Не надо возить контейнеры морские, которые весят 35 тонн до 35 тонн, которые длину имеют 40 футов, 12 метров. Поэтому и Unicorn спроектирован для перевозки контейнеров, и он изготавливается. А зачем об этом говорить? Это тоже начало стройки. Чтобы туда поставить, показать, и мы уже здесь показываем. Вот сейчас у нас в ближайшее время большая делегация приедет вот на этой неделе с Эмиратов. Чтобы видеть здесь это все. И производство, и все машины, которые мы сейчас изготавливаем. И уже это их убеждает, что мы способны сделать для их условий технику. Так вот, проект вот этого испытательного центра, инновационного центра СКВ, мы тоже начали в мае, и это сложнейший проект сделан. Вплоть до сетей, до канализации, водопровода и так далее. Это тоже не мелочь, кстати. Дороги, где мы покажем нашу струнную дорогу, которая будет... Сейчас я спрашиваю, а где там ваши взлетно-посадочные полосы? Вот аналог, то есть там заложено даже это. Много чего там заложено. И все это увидят и заказчики, и наши инвесторы, наши партнеры. И раньше времени об этом не нужно говорить. Мы не шоумены, а я не Илон Маск. Я инженер, а не шоумен. Так? И есть еще второй участок земли, который уже около двухсот гектаров. Это два квадратных километра. Это, ну, примерно Монако по территории. Чтобы понимать, эта земля стоит только в этот участок. По тем рыночным ценам, которые есть сейчас в мире, в том числе на той территории, да? Это полтора миллиарда за доллар. Нам эту землю дали бесплатно. Чтобы мы там начали строительство. И это проектные работы ведутся уже применительно к ним. Показали высокоскоростной скорость 500 км в час. С перспективой мы до 600 км в час, да? И показали гиперю, где скорость будет 1200 км в час, 1250 км в час. Причем со всеми вариантами прохождения фурвакуумной трубы. Над землей, под землей и в воде. Анатолий Владимирович, спасибо большое за исчерпывающий ответ. Еще одну интересную тему вы подняли во время своего выступления на экофесте. Это, опять же, было обозначено октябрь. Точнее, стройка сентября. А на октябрь вы говорили назначен обратный выкуп. И там произнесли такие интересные слова типа токены и прочее. Не могли бы вы рассказать, все-таки состоится или нет? Как раз половина октября миновала. Это все идет по графику, по плану. Эта работа ведется и так оно и будет. Но октябрь еще не прошел, да? И это будет в конце октября. Тут опять же надо спешить и торопиться, потому что неправильно так. Это очень сложная процедура и достаточно затратная и обратный выкуп. И криптовалюта уже, которая функционирует и с обменом на токены. И даже то, там много говорят, да по какой цене там. Одни говорят доллар, другие там сотая цента. А третьи говорят, нет, там 10 центов. Говорят, да нет, там не может быть, там будет не дороже цента. На самом деле это не может быть произвольная цифра. Потому что она должна быть взвешенная, продуманная. Потому что как Иван Мавс там назвал 420 долларов за акцию. А потом всех обманул. Да, и проблемы возникли в компании. Потеряли ей столько денег и нельзя это делать. Тем более раньше времени говорить, так? И это должно быть не то, как хочется инвестору. Я понимаю, каждый из них хочет заработать, да? А то, как надо для развития проекта на данном этапе. Поэтому эти цифры будут озвучены тогда, когда мы начнем это делать. А до этого идет аналитическая работа, чтобы понимать правильно, как сделать и не ошибиться. Потому что потом очень трудно будет исправить ошибку. Поэтому у нас это будет в конце месяца. Мы объявим. Уже сделан и личный кабинет, и вся работа для того, чтобы это производилось без проблем. Да? Мы дадим время на обдумывание месяц. То есть, чтобы не принимали решение сгоряча. Целый месяц будет на обдумывание. И заявки это будет сразу ему надавать, и на то, и на другое. Либо отказаться от того, от другого. А потом это будет вся произведенная рокировка. Так? Поэтому все идет по графику и по плану, как я обещал. Антоний Эдуардович, спасибо огромное за столь исчерпывающее интервью. Строй SkyWay, спасай планету! Строй SkyWay, спасай планету!